Будет хорошо вам известный Тарас Черновул. Давайте к гостям. Тарас, приветствую. Приветствую. Да, приветствую. Но об этом анонсировал не я, Тарас Берозовец. Один из самых лучших, если не лучший, блогер Украины и чудесный аналитик. Тарас, конечно же, героям слава. И я сегодня написал влог, у меня есть мой канал «Ничего святого» с Сергеем Поярковым. И как только вы подписались на «Утро февраля», подписывайтесь на мой влог. Я на своем канале не так дипломатичен, конечно, и культурен, и сдержан, как на канале «Утро февраля». Друзья, я сегодня хотел бы вам говорить тему, что ведь на самом деле Путин, ну и путинское окружение, с удовольствием бы бомбили при первой же возможности Вашингтон, чтобы помочь русскоговорящим жителям Брайтона. Они пошли бы их освобождать, убили бы к чертовой матери. Они готовы освобождать русскоговорящих жителей Гамбурга, Берлина, Лондона. Им вот русскоговорящесть, для них есть повод развязать войну. Первыми, кого они убивают, как правило, это те же русскоговорящие, но и дальше они начинают громить ту страну, куда они вторглись. Вообще, говорить по-русски, это приблизительно, знаете, как лезть в будку, где написано «Не влезай, убьет». Это как баловаться, знаете, с рыбой фугу, потому что можно умреть. Если вы, не дай бог, за пределами, особенно России, говорите по-русски, русская речь – это источник повышенной опасности. Бросайте немедленно! Немедленно бросайте за пределами России говорить по-русски, потому что если бы жители Мариуполя, если бы жители Харькова, к чертовой матери забыли русский язык в начале 90-х, и вообще по-русски не говорили бы на востоке Украины, то эти бы все люди, вот эти десятки тысяч погибших, были бы живы. Откажись они вовремя от употребления внутрь русского языка. То есть русский язык убивает, как синтетический наркотик, но благодаря не самому по себе, понимаете, а благодаря путинской клихе. Потому что Путин, все вот эти вот шейгообразные и гиркиновидные чудовища, если вы говорите по-русски, для них это повод прийти, вас освобождать и убивать. Они освобождают вас, вот освобождая вас от вашей жизни, от ваших детей, от ваших домов, от вашей сантехники, от вашей бытовой техники, от ваших детей, внуков, родителей. Вот то, что первое, они видят как объект освобождения. Тарас, вот это вот уже ставшая вредной, очевидно, вредной привычка говорить по-русски. Как долго она вообще продержится за пределами России? Ведь ни за что русские так не наказывают, как за владение русским языком за пределами России. Ну да, конечно. И мы, кстати, об этом уже говорили с тобой, о том, что у Путина на этом есть свой своеобразный пункт. Он где-то очень напоминает тот пункт, который был у Гитлера. Очень похожие аналогии. Куда Гитлер первым делом полез? В Австрию. В принципе, совсем неплохая была страна. Демократическая, да, со своими своеобразностями определенными. Но до военной Австрии это была страна с демократией, с нормальным уровнем жизни. Но австрийцы, а у них просто нет другого языка. У них единственный язык, язык государственной Австрийской республики был немецкий язык. Ну, так сложилось. И для Гитлера это было основанием. Если там говорят по-немецки, значит, это Германия. Я туда могу прийти, я там могу арестовывать, вводить. Ну, они не сопротивлялись Австриите. Практически никто не сопротивлялся. Тому бомбить как-то не удалось, не пришлось. Но я вот сегодня просматривал там момент, и мне было нужно там для сравнения с Лавруем. Хотел его сравнить с Риббентропом там по одному моменту. Но посмотрел, на самом деле там некоторые договоры, вот эти, которые касались там и Чехии, и Судетского края, и Австрии, они ведь были предшественником его, приняты предыдущим министром иностранных дел Германии. И тот, кстати, он на Нюрненбергском процессе выдал один факт, что Гитлер-то, оказывается, был готов, если бы Австрия не пошла сразу навстречу, если бы не пошла на аннексию, если бы не был успешным этот референдум, он был готов воевать против Австрии, бомбить австрийские города и уничтожать австрийцев, так как Путин уничтожает, убивает русскоговорящих украинцев в Мариуполе и в Харькове. То есть аналогии на самом деле абсолютные. Вот только то, что Австрия оказалась абсолютно не к моменту сопротивления, плюс там вирус нацизма, он тогда очень разрастался в многих странах Европы, он тогда их потянул к Германии, но они вместо бомбежек получили абсолютнейший террор, абсолютно жесточайшие лишения любых прав и свобод, в том числе и религиозных, и своих каких-то местных особенностей, всего прочего. Дальше Чехия, Чехосвакия стала жертвой снова того же понимания Путина, на господи Гитлера, ну вот уже аналогии настолько, что просто тянет на них. Тоже те же самые, которые были связаны с немецким языком. Судетская область, в которой в принципе жилось совсем неплохо. Вообще предвоенная Чехосвакия была очень успешной, очень хорошей страной. Там была сильнейшая экономика, которая не уступала немецкой, там был хороший уровень жизни, и судетские немцы жили, ну скажем так, хорошо. Но Гитлер захотел освободить своих соплеменников, они же говорят по-немецки, они же немцы. Он начал раскручивать эту идею о том, что там немцы угнетают. Да никто их не угнетал, никто не ограничивал их языковые права. Они имеют там просто колоссальные возможности, но пошло все то же самое, абсолютно. Причем, знаете, Путин просто списывает с Гитлера все, ну мне кажется, что перед тем, как делать какие-то заявления, какие-то акции, какие-то нападения, он читает литературу Третьего и документы Третьего рейха, используя то же самое. Даже вариант вот этих беженцев, которые вот помните с Южной Осетии организовали фальшивые колонны беженцев, которые бегут против угнетения, нападения грузин, то же самое было сделано с судетами. Что после этого оказалось судетскими немцами? Да, они после этого, было захвачено сначала судетская область аннексирована, потом была захвачена Чехия, и жить судетским немцам там казалось совсем не так хорошо, как жилось в Чехословакии. Военное положение постоянное, массовая мобилизация мужчин, жесточайшие потери на всех возможных фронтах, их бросали первыми, еще раньше, чем немцев с Германии, и дальше, ну а дальше расплата, жестокая расплата, поскольку после Второй мировой войны судетские немцы пережили, ну назвать это геноцидом в полной образе, это не было зафиксировано, но очень многие, очень многие были убиты, а все остальные, где-то 2,5 миллиона человек, были изгнаны со своей земли навсегда, лишивших всех абсолютно прав. И где-то в повоенной разрушенной Германии оказались без ничего, где умирали часто от голода. Вот тоже последствия того же самого, что Путин делает, спасая своих там, как он считает, русскоговорящих, значит русских. Вот в Путина есть вот эта та же самая цепочка, которая была у Гитлера. Человек говорит на немецком, читаем на русском языке, значит он немец, русский, значит мы должны его спасти от чужого угнетения, там где говорят на русском языке, где там Россия. Это слова Путина. Очень похожую фразу в свое время сказал Гитлер. Аналогии просто зашкаливают. И вот этот момент, мы придем спасать, и при этом мы принесем беду, мы принесем горе, но нас это не интересует. Мы главное достигли какого-то геополитического результата. Он, наверное, имеет очень большое значение. Но я еще дополню еще один момент. На самом деле есть такое понятие, как имперский синдром. Мы тоже уже в наших передачах разговаривали несколько раз о том, насколько было бы полезно для русских жить не в империи, в стране без имперского этого зуда. Как бы им было лучше. Но имперский синдром, он ведь тянет за собой то, что нужно завоевывать территории, то, что нужно расширяться. И снова аналогии. Только Гитлер никого не спасал. Он прямым текстом говорил, я уничтожаю евреев. Он не говорил, я люблю евреев. Он говорил, я их не уничтожаю. Я хочу захватить территории, жизненное пространство для немцев. А Путин, который тоже хочет захватить, только он не хочет какое-то жизненное пространство для русских захватить, потому что ему русские абсолютно пофиг. Ему нужно собирание земель, потому что так делали императоры. Так делали там при Сталине там. И он хочет это повторить. Этот синдром не с Путиным родился. Ну, я уже вспоминал и о императорах, и во всем другом. Я просто процитирую под конец по этому вопросу был такой русский, малоизвестный поэтишка Смирнов. Писал песенки, там пропагандистские какие-то стишки. Никто в литературе он не отразился, но у него есть стихотворение. Я уже его не помню все, но там рефрема нам каждый раз, как бы припев, идет фраза. «Шагом, братцы, шагом, братцы, шагом, мы дойдем до города Чикаго». Там они доходят где-то там до Лондона. После этого океан нам тоже не перепона, потому что с Волги мы из Дона. «Шагом, братцы, шагом, братцы, шагом мы дойдем до города Чикаго». После этого, когда война как бы закончилась, и какие-то мировые договоренности были, мирные как бы союзники, все, он добавил, правда, последний куплет, но все равно припев остался противопол, тот же самый, который был до этого. «Мы за мир, но наши автоматы не дают забыть, что мы солдаты». И дальше «Шагом, братцы, шагом, братцы, шагом мы дойдем до города Чикаго». Они живут этим. Им это вбили в голову. И, к сожалению, это уже коллективный Путин. И это придется очень долго деноцифицировать с российского мышления, чтобы лишиться вот этого имперского синдрома. Потому вот эти две вещи, они взаимосвязаны. Там, где не говорят по-русски, там нужно идти деноцифицировать или расширять свои владения, присоединять владения, расширять Россию. Но там, где говорят по-русски, вот там опасность. В первую очередь, для тех, кто говорит по-русски и для всех их соседей тоже, просто возрастает во много-много раз. Хотел рассказать нашим зрителям, особенно тем, кто не в курсе, глубоко не в курсе украинских событий, украинских реалий, что украинские националисты. У нас есть такая партия украинских националистов. Естественно, там у меня много друзей, знакомых. Я с большим уважением отношусь к партии Свобода. Так вот, там есть такая персонаж, активно используемая российская пропаганда, Ирина Фарион. Мы очень любим нашу городскую сумасшедшую Ирину Фарион. Никто никогда, ну, кроме русских, конечно, там, средств массовой информации, всерьез, вот так прямо, чтобы всерьез, к ней не относятся. Она вот как Мари Липен. Она иногда говорит какие-то вещи, какие-то совершенно на голову неналазящие. И мы ее не воспринимаем всерьез, но благодаря ее вот этим вот эскападам партия Свобода не попала в Верховную Раду. Ну, ни в этом созыве, ни в прошлом созыве. То есть, собственно говоря, россияне не очень понимают, что самая националистическая партия, где уважаемые мной украинские националисты, находятся, собственно, они не в парламенте уже второй созыв подряд. Единственный созыв, вот я помню, где они были в парламенте, это было при Януковиче. Украинских националистов, партию Свобода, только поставленный Путиным Янукович, собственно говоря, только при нем они прошли в парламент, причем так шикарно, там, 11%. Это был просто успех. То есть, Янукович был единственным президентом, который гарантировал, кстати, успех вхождение партии Свобода в украинский парламент. Вот это что интересно. И вот когда мне сейчас начинают говорить о том, что вот в Украине есть какие-то националисты, ребята, давайте так, если человек является патриотом, человек любит свою родину, свой язык, свою культуру, это не является синонимом национализма. Я бы сказал так, вот смотрите, если я с вами, или Тарас с вами, мы говорим по-русски, никаких проблем говорить по-русски с вами нет, даже свой влог, там, ничего святого с Сергеем Поярковым на Ютьюбе, куда я прошу вас там подписаться и смотреть, я веду по-русски много лет. По-русски. В Украине. Я, украинский националист Поярков, по-русски веду свой влог. Но со своими детьми дома, я говорю по-украински. Мой сын Марк с моей дочкой Софией, вот только что, я вот спустился из кухни, они между собой говорят по-украински, для них это родной язык. Для них русский это не язык мамы, не язык папы, не язык дома. Они воспринимают русский как такой язык официоза, язык некоторых там знакомых. То есть это еще один язык. Родной язык для них украинский. Знаете, что интересно? Ведь в чем-то мои дети говорят исключительно по-украински, и украинский стал родным, хотя в детстве я с родителями говорил по-русски, и моя жена со своими родителями говорила по-русски. В чем-то это произошло благодаря Путину и вопреки Ирине Фариону. То есть вот она очень мешала мне своей вот этой оголтелой глупостью и нахрапистостью. А если бы не Путин, Фарион бы меня оттолкнула от любви к всему украинскому языку. Но Путин не дал Фарион ни одного шанса. Он не дал ей шанс оттолкнуть меня от любви к всему украинскому. Вот давайте посмотрим, что в истории человечества. Ну, есть один прекрасный пример. Вот тут я передам слово Тарасу Черноволу. Почему-то россияне не захотели перейти на татарский, монгольский вот этот вот язык. Хотя 300 лет хан Байты во все дырки, со всех сторон, во всех позах собирал дань. Собственно, со всех земель. И Московия, и Киевская Русь, собственно, платили дань. Почему не захотели перейти на велико-татарский язык? Да по той же причине, по которой чехи хотят говорить по-чешски, болгары по-болгарски, румыны хотят говорить по-румынски, украинцы по-украински, белорусы хотят говорить на своем языке. Я сейчас передам Тарасу Черноволу слово на таком примере. Когда-то прогуглить, это интересно. Проверьте меня, проверьте Тараса. Всегда проверяйте то, что мы вам рассказываем. Проверяя информацию, вы доказываете, что вы человек. Только тупая обезьяна верит, не проверяя. Человек всегда проверяет. Вот это то, чего вам не скажут на российском ТВ. То, что вам говорят на утро февраля, и не скажут на российском ТВ. Все, что говорю я, все, что говорит Тарас Черновол, Тарас Березовец, Илья Пономарев, любой гость или ведущий нашей, в этой студии, в программе, надо проверять. Вот только проверяя, вы можете быть уверены, что вы обретаете знания. Так вот, чехи когда-то настолько упустили владение национальным языком, потому что в Праге, вся Прага говорила по-немецки. И чешский оказался в таком маргинальном положении, что оказалось, что всего, собственно, несколько тысяч людей знают чешский язык. И всего буквально две сотни могут писать, говорить и учить грамотно на чешском языке. И вот эти две сотни людей собрались в каком-то то ли костёле, я уже запамятовал, и они приняли решение возродить свой родной чешский язык. И когда председатель зашёл на трибуну, он сказал, друзья, если, не дай Бог, своды этого храма упадут вниз, то вместе с нами погибнет чешский язык. Все вокруг говорят на великом немецком языке, языке Шиллера, Гёте. Но чехи сказали, нет, у нас есть свой чешский язык. И вуаля, пожалуйста, Карл Чапек, классики, они создали, они возродили свой язык. И их культура внесла огромный вклад в мировое культурное пространство. Вот почему, Тарас, почему массовое непонимание нашего права быть собой? Почему нам отказывают в праве быть собой? И право быть собой провозглашается фашизмом. То есть, когда не захотели русские перейти на монголо-татарский, это типа патриотизм, а если поляки, болгары, русские, казахи, господи русские, украинцы, казахи не хотят переходить на русский язык, то это считается фашизмом. Ну, тут порядка десяти вопросов. Быстро по всем. Ну, первое. По украинским националистам. Сейчас всех очень удивлю. Вот я сейчас говорю на русском, ну, может быть, не очень умело, но я-то ведь не просто там себя могу называть националистом или еще что-то, а я официальный член организации украинских националистов 1990 года, еще при Союзе, принимал присягу, проходил вышков и прочие-прочие вещи. Ну, правда, не Бандеровского, а Мельниковского. Это исторический факт, о котором в России никто не разберется, да и не обязательно. Это другое крыло, которое там всегда враждовали. Ну, в всех партиях, в всех направлениях всегда есть какое-то определенное там противостояние, два крыла, это стандартно. Так вот, для меня не проблема говорить по-русски, потому что для меня, как члена организации украинских националистов, важно, чтобы меня не лишали права говорить по-украински, чтобы Украину не лишали права быть свободной страной и избирать свое направление развития, чтобы мне не диктовали, как я должен жить в своей стране. Для меня это важно. И меня абсолютно не волнует то, что кто-то, ну, что в России говорят по-русски. Ну, и что? Нормально для меня? То, что в Польше говорят по-польски. Для меня это абсолютно нормально, потому что национализм, это абсолютно противоположная вещь против шовинизма. Вот на России есть небольшие группки людей, которых можно называть российскими националистами. Они в чем-то похожи на украинских. Они не хотят, чтобы Россия наконец-то перестала всех обустраивать, ко всем лезть, а начала наконец-то заниматься собой, ну, поднимать свою культуру, удалить вот эту коррумпированную власть. Ну, в конце концов, нужно ведь просто унитазы поставить в домах, чтобы российские солдаты, которые вторглись вот сейчас в Украину, не смотрели на эти унитазы и спрашивали, а что это такое? Потому что большинство, ну, по большинству территорий России не знает, что такое унитаз, что он может стоять в доме, что туалет может быть теплым, что это не вот эта будка где-то там за домом, в которой можно провалиться. Вот сейчас там истории идут там на разных телеграм-каналах с России, что там где-то там очень боятся в каком-то городке, потому что у них всюду эти выгребные ямы, и там вот собака сейчас утопилась, и они говорят, а может там уже кто-то из людей утопился, мы некоторых не можем до сих пор отыскать, ну, бомжи, правда, были. Вот мы боимся сами, что мы там утонем, в конце концов. Вот мне кажется, что российский национализм, он должен был бы развиваться именно в этом направлении, сделать так, чтобы в России было жить комфортно. Чтобы там было просто возможно жить, и не лезть другим, нести вот эту свою дикость абсолютную. Я очень мало знаю людей, которых можно было назвать российскими националистами. Просто было несколько таких людей, которые когда-то политзаключенные сидели, ну, не с моим отцом, с его отчеством Зиновьем Красивским, и он о них вспоминал. Он тоже член, правда, уже Бандеровской организации украинских националистов, даже возглавлял до самого распада союза, еще подпольный украинский краевой провод этой организации. Но он очень тепло вспоминал тех русских, с которыми он сидел вместе в тюрьме. Они тоже сидели в политической зоне за то, что они были российскими националистами. А то, что мы видим сейчас, ну, это такая, знаете, дикий имперский шовинизм. А шовинизм разрушает. Национализм сам по себе, он может иметь очень много извращений, тогда он уже становится ненастоящим национализмом. Вот это некоторые свободовцы, это форион, это вообще извращение, это не национализм, это попытка привить в Украине какие-то ростки шовинизма. В Украине он не срабатывает. И потому та же самая свобода, когда вдруг они начали светить какие-то шовинистские детали, а не националистические. После этого они тупо проиграли все следующие выборы и, по сути, сошли с политической арены. И вот шовинизм, это зло, оно разрушает, оно хочет нести всюду свою грязь, но оно абсолютно не хочет создать нормальные условия своей стране. Потому что, когда в стране нормальные условия, тогда вот такие экстремальные вещи, мы должны всех завоевать, мы всех должны покорить, все должны быть такими, как мы, унифицированными и прочее, оно не находит поддержки. Почему? В Германии, которая сегодня богатая, сытая страна, никто не хочет никого завоевывать. Да и в прежних германских государствах, хотя их небольших, они максимум, что хотели, они хотели объединиться. Но когда они жили сыто, спокойно, мирно, им не хотелось никого завоевывать. А вот после Первой мировой войны, когда прошла гиперинфляция, когда начался там и голод, и страдания, и все, вот на этом пункте Гитлеру удалось совратить немцев. И вот то же самое и сейчас на России происходит. Вот это, что касается национализма и шовинизма, я не вижу. Я могу себе представить, как бы, ну вот скажем, Илью Пономрёву, я могу представить себе его вот таким российским националистом, который хочет сделать добро своей стране. Но назвать националистом российским Путина, который несет зло своей стране. Вот Пономрёв хочет добро принести, а Путин хочет принести зло. И вот назвать Путина, да нет, Путин это агрессор, это империалист, это шовинист, но для народа России, кроме вот этой иллюзии, мы такие большие, нас все боятся, да не боятся уже вас никто, уже просто презирает, и не хочет с вами иметь никакого дела. Но вот он это принес, он принес только зло своему народу. Теперь несколько моментов вот по некоторым другим. Знаете, у нас националистами называют очень многих, ну на России так вообще, теперь уже не националистами, уже нацистами называют всех, кто им не совсем подходит по лекалам ихним. Но та же самая госпожа Форион, на самом деле, я думаю, что там был агентурный фактор. Она была, вступила в коммунистическую партию Советского Союза тогда, когда, по крайней мере, на Западной Украине все с нее уходили, все прощались с коммунистической партией, как исчадь им ада. Она вступила, она хотела тогда насаждать какие-то там агентурные вот эти идеи. И сейчас она это продолжает. Я наведу только один пример. Вот на России очень красиво показывали ролик, где она там в каком-то детском садике подходит, там девочки спрашивают ее, а как тебя зовут? Ну, по-украински спрашивают, как тебя зовут? Как тебя зовут? Да, Маша. Ох, как же ты можешь? Что твоя мать думала? Как так? По-украински должна быть Маричка, а не Маша. И, знаете, таким уничижением к ребенку. Знаете, я думаю, что где-то нужно действительно в языковом запасе украинцев, ну, исправлять такие ошибки, потому что есть действительно определенные формы имени украинские, их к ним нужно приучать, но это была антиагитация. Знаете, для чего она появилась? В тот момент это была приющенка, мы проводили политику в Украине, направленную на определенную украинизацию основных сфер развития государственного языка. это касалось не личной жизни граждан. Это не относилось, вот те законодательные акты, которые тогда принимались, многие, к сожалению, таки не были приняты из-за партии регионов, но то, что тогда пробовали сделать, это было направлено, это государственный язык, это язык, которым работает государство, а то, что вы делаете в доме, как вы между собой разговариваете, это не дело государства, это ваше личное дело, и она совратила, Фарион сделал провокацию, после чего очень активно русскоязычным украинцам навязывали, вас хотят заставить, чтобы дома говорили там только по-украински и прочее, да никто этого не хотел, но это была агентурная работа, вот эта агентурная работа очень серьезно дискредицировала тогда украинскую языковую политику по государственному статусу украинского языка, и принесла огромный вред, только намного позже нам удалось как-то от этого отбиться, а вот сейчас Путин очень даже помог во всем этом, ну и вообще о некоторых националистических структурах я не забудусь, по-моему шестой или седьмой год, я лечу буквально за два дня до выборов, я возвращаюсь с Уганска, лечу в самолете, рядом со мной летит заместитель руководителя обоснового штаба партии регионов Уганского, и мы знакомы, он мне жалуется весь полет до Киева, вот я тут подготовил кучу там организовал наблюдателей, членов комиссии, мы там должны были по Уганской области все взять под стопроцентный контроль, ну у них там партия в Уганской области партия региона воевала с коммунистами за свои места, потому что им нужно было там взять полную монополию, а мне буквально за неделю до выборов говорят, собирай их всех, снимай и отправляй всех наблюдателями во Львовскую, Франковскую, Тернопольскую область, это запад Украины, защищать результаты Тягнебока, Тягнебока это лидер свободы, защищать результаты свободы, вот это реальный факт, который я лично был свидетелем, в моем присутствии это разговаривалось, потому на самом деле не все, кто себя называют националистами, являются националистами, но очень многие, которые себя так не называют, но которые вот сейчас воюют за Украину, за свою страну, против агрессора, который пришел нам навязывать вот эту немытую Россию, вот эту грязную Россию, Меченую и памятниками Пушкина, и вот этим фактором русского языка, там где русские, там мы должны стрелять и убивать, потому что это наша территория и все прочее, вот все люди, которые этому противостоят, они в общем-то являются украинскими националистами, да, пусть русские понимают, это националисты, потому что они хотят защитить свою страну, для них своя страна важнее всего, а почему Россия, как страна, хочет лезть всюду, но они понимают, если украинцы говорят на украинском языке, они сохраняют определенную часть своей идентичности, а задание идентичность ликвидировать, она ликвидируется очень многими пунктами, ликвидация национальной истории, унификация, переписать учебники истории, что делали и в Советском Союзе, что делали, а Екатерина Вторая, которая сжигала целые архивы Древней Руси, были сожжены и написаны фальсификаты, которые подстраивали подстраивали под ту модель, которую пробовала Царская империя, Российская, создать под Украину для того, чтобы обосновать свое право владеть этой землей. Я хочу напомнить, даже где-то до 19 века украинцев, переписи тогда были условные, но просчитывалось, людей, которых считали украинцами, было больше в Российской империи, чем людей, которые признавались как русские, намного больше. И это нужно было унифицировать, затереть. История, язык, очень важный фактор, религия, очень важный фактор. Я хочу напомнить, именно для православных, я сам так греко-католик, но для православных существует принцип православная страна, своя православная церковь. И потому есть сербская православная церковь, болгарская православная церковь, может быть, российская православная церковь, и должна быть в Украине своя православная церковь. И это один из факторов фиксации народа, фиксации нации. И Россия потом вот так воевала, так уничтожали украинских епископов-священников для того, чтобы насадить исключительно русское православие. И вот язык, он тоже один из этих элементов. А почему русским не пришлось переходить на татаро-монгольский? Я думаю, с одной причины. Среди ханов были и Баты, и Чингисхан, и кто угодно, и многие другие, но не было Путина. А вот если бы ханом был Путин и с его идеологией, то я думаю, что все те племена, которые попали под влияние Орды, они бы должны были говорить на монгольском языке, потому что он бы выходил из этого. А ханы, Золотая Орда исходила из другого. Стопроцентная лояльность сделали Александра Невского святым. Человек, который убил своего брата, который присягал на верность Орде, многие другие вещи. Ну, святой с него такой же самый, как с кровавого Николая, который расстрелял крестный ход. Вы себе можете представить? Святой, который отдал приказ расстрелять крестный ход. Такой он святой. Но вот в то время он был лоялен. И для Орды было достаточно лояльности внешней во всем. А говоришь-то там на каком-то языке, значения не имело. А Россия пошла нынешняя, имперская еще Россия, пошла дальше Золотой Орды. Она захотела унифицировать. Она захотела ликвидировать вот эти принципы, на которых строится отдельная нация. То есть, поглотить и уничтожить нации. Это намного страшнее. Кстати, знаете, вот я слышал когда-то в эту фразу, вот были немецкая оккупация, и вот сейчас российская оккупация на определенных территориях. Ну и советская оккупация, это тоже российская оккупация для Украины. И многие говорили, что немцы, по крайней мере, они убивали, они могли расстрелять за нелояльность, они могли в конце лагеря бросить. Много, страшно много. Они вывозили там продовольствие и прочее. Они были злом. Но они не лезли в душу. А пришли русские, и они начали лезть в душу. Их интересовало, о чем ты думаешь. Ты должен был думать только так, как они хотят. Если они подозревали, что думаешь не так, а тем более, если ты думаешь не на том языке, то ты подлежишь уничтожению. Вот и это и руководит сегодня вот этой всей путинской кликой, которая, к сожалению, это сумела навязать вот этим где-то 80% российского населения, вот эту идеологию. Все те, кто думают не так, как мы, не на том языке, как мы, не по той религии, как мы, ну, правда, с религией как-то не ловко получилось. Сегодня на России мусульман уже кажется больше, чем православных на самом деле. Но кто не так, ну, они, значит, нацисты, они из чадия ада, они подлежат уничтожению. Уже не кроюсь, ведь сейчас уже многие российские пропагандисты откровенно говорят, что Украину нужно уничтожить, само понятие украинского народа нужно уничтожить. Ну, знаете, такие всегда были. Но когда это печатает РИА новости, афициоз, пропагандонский афициоз, ну, извините, это уже политика России. И вот это, в этом все заложено. Нужно ликвидировать само понятие отдельной нации. Даже те же самые немцы во времена германизации Чехии, ну, они, они были очень недовольны национальным возрождением чехов. Они как-то старались этому противопоставиться, но они противоставлялись тем, что называется мягкая сила. И чешская сила национального духа сумела победить мягкую силу немецкую. И Россия сегодня хочет не повторить вот попытку, вот ту, как они считают, ошибку немцев. И вместо мягкой силы автоматы, гаубицы, трехтонные бомбы. Вот это все то, что они творят для того, чтобы уничтожить каждого, кто думает не на том языке, кто думает не так, как они. Извините, но это хуже нацизма. Это намного хуже нацизма. Да, я, наверное, переведу тему поскольку сегодня 2 мая, то нужно поговорить о том, что это стало уже знаковой датой, скажем так, более знаковой, чем 1 мая в Украине. Только хотел бы я добавить к предыдущему нашему, собственно, диалогу, закрыть тему. Меня искренне бесят вот эти вот мерзкие твари, вот эти вот старые гребаные кошелки, которые в Ютюбе выкладывают ролики, где они начинают поддерживать, сидя в Германии, там, в Лондоне, там, в Европе, в Америке, вот эти эмигрировавшие твари, которые начинают клеить букву «З», гавкать в сторону Украины и рассказывать, что вот русских где-то угнетают. Да, черт побери, вы бы хотели, чтобы вас в вашем Гамбурге, там, на вашем Брайтоне, вот, или где-нибудь в Амстердаме пришли и освободили русские солдаты, чтобы вас обстреляли, чтобы вас обокрали, чтобы вас изнасиловали, а потом вместо немецких дорог привезли вам русские дороги, чтобы вы покупали не в немецких супермаркетах, а в пятерочке, и пенсия у вас была, как в Российской Федерации. Мне кажется, что вот этих тварей, которые сами удрали и говорят, ну, мы-то тут будем жить в Европе, как сыр в масле, а вот пусть они насилуют, грабят и убивают украинцев на нашу потеху. Я бы очень хотел, чтобы этих людей просто лишали гражданства и отправляли назад в Мордор, вот туда, к этим бурятам, которые вернулись из Украины, те, кто выжил, и до тех пор, пока их посадят, чтобы они свои навыки по грабежам, изнасилованиям и избиениям и убийством отрабатывали на вот этих высланных из Германии тупицах, которые сами, сидя в тепле и пользуясь европейскими благами, поддерживают фашистский путинский режим. 2 мая. Как мы знаем, сразу после революции достоинства, 2 мая в Одессе произошли события, которые абсолютно переврали в Российской Федерации. То есть все, что россиянам рассказали о событиях 2 мая, это тотальное, полное и безоговорочное вранье. Я начну, а Тарас продолжит. 2 мая совпало так, что украинские футбольные фанаты, а украинские футбольные фанаты, это проукраинские футбольные фанаты, не пророссийские, не проевропейские, не проамериканские, они все футбольные фанаты во всех странах мира являются патриотически настроенными. Немецкие футбольные фанаты за ридный Дойчланд, те, кто кажут в пасть порвут. Английские порвут за Англию, французские за Францию. Так вот, вот эти вот купленные, проплаченные тетушки, мы так называем бандитов, тетушки, под прикрытием российской агентуры, а там был такой сбежавший в Россию полковник Фучиджи, они решили устроить акцию устрашения, и при попустительстве этого вот Фучиджи, который оказался агентом просто, просто агентом России, они прошли, их пропустили полицейские к патриотически настроенной демонстрации, которая шла, никого не трогала, и эти люди, есть видео, есть фото, есть материалы дела, они напали с металлическими прутьями, ножами, с огнестрельным оружием и начали стрелять по мирной демонстрации безоружной и убивать, есть видео, фото, материал, весь мир признал, весь мир без исключения, это, и когда это случилось, одесситы взялись за оружие и начали, просто побежали домой, взяли охотничьи стволы и стали отстреливаться, то есть убивать тех, кто убивает их. И тут к ним присоединились футбольные фанаты, потому что в этот день в Одессе был футбольный матч. Конечно, футбольные фанаты поддержали украинских патриотов. И когда насильники, убийцы и негодяи, которые первые набросились на патриотическую демонстрацию, которая их не трогала, при попустительстве вот этот вот негодяй Фучиджи, я прошу вас прогуглите, есть несколько фильмов, где подробно, поминутно, посекундно снят весь хронометраж, что происходило в Одессе, когда они окопались в Доме профсоюзов, собственно говоря, и произошло то, что называется вот этой вот трагедией 2 мая, потому что информация по этим событиям в России, она прямо противоположная. То есть это как, знаете, когда-то Гиммлер сказал Гитлеру, что концентрационные лагеря это средство спасения неугодных, вот этих вот диссидентов, от справедного гнева немецкого народа. Он сказал, фюрер, мы так спасаем их жизни от разгневанных немцев, которые без нашей заботы их бы придушили и убили. То есть вот так Гиммлер представлял наружу необходимость создания концлагерей. Вот правдивость Гиммлера и правдивость русской версии на российском телевидении про события 2 мая, они взяты, собственно говоря, из одного флакона и одним миром мазаны. А вот теперь всю деталировку и комментарии по этому процессу мы ждем от Тараса Черновола, он нас не разочарует. Да, постараюсь. Ну, на самом деле, я только в одном скажу, подкорректирую, но на самом деле было два этапа. Первый, это то, о чем полностью рассказал точно очень Сергей, вот этот проход по французскому бульвару вместе с украинскими патриотическими лозунгами, а уже началась война, уже Путин наступал, уже Одесса была под угрозой, серьезно, ее уже объявили, будущие там Новороссии, частью России и все прочее, вместе шли враждующие раньше фанаты Одесского и Харковского футбольных клубов, они просто шли вместе, их начали расстреливать, кадры этого есть, убили двух людей, многих ранили, но единственное, в чем я скажу, что я немножко не согласен, на самом деле, другая сторона, украинская сторона никакого оружия, по-моему, не применяла, ну, по крайней мере, ни один пророссийский активист или российский наемник или российский агент, которые там были, там, на этой территории, возле французского бульвара, возле площади, никто из них не погиб и не был ранен, только вот тогда, когда были там перебрасывания камнями, некоторые получили там, возможно, там, булыжникам, все, то есть, на самом деле, против российской агентуры не было применено оружие, насколько я помню, по этих всех событиях, а вот дальше, дальше, ну, одесситов было, безусловно, намного больше, и они начали отдавливать, и те начали, российские, начали бежать, они начали убегать туда, к Дому профсоюзов, у них на площади, перед Домом профсоюзов, был свой там, палаточный лагерь, огромный, туда, кстати, перед этим свозили автобусами, к сожалению, вот действительно, это правда, одесская полиция тогда была настроена абсолютно пророссийски, прикрывала их, поддерживала долгое время, свозили туда и людей непосредственно с России, привозили, как бы под видом паломников каких-то, все прочее, когда туда обрушился гнев украинцев, русскоговорящих, кстати, украинцев с Одессы, из Харькова, когда они приезжали на площадь, они начали валить, разрушать эти палатки, все, те укрылись в доме профсоюзов, захватили дом профсоюзов, и дальше, что прошло дальше, а дальше нам рассказывают, что этот дом профсоюзов подожгли украинские националисты, которые не дали оттуда эвакуироваться, спастись, убежать тем людям, которые там были, они там сгорели, так вот, на самом деле, пункт первый, насчет того, что подожгли, подожгли палатки, пустые палатки на площади, в людей с дома профсоюзов, стреляли, с крыши стреляли, и бросали бутылки с зажигательной смесью, что самое главное, загорелось, действительно, пожар начался в доме профсоюзов, на верхних этажах, туда не можно было добросить снизу бутылку, вот возьмите полную бутылку, и попробуйте, с большого расстояния, вы на большом расстоянии, по вас стреляют, вы не можете близко подойти, за расстояние свыше 100-150 метров, бросить бутылку и попасть на 3-4 этаж, вот такого, знаете, в сталинском стиле построенного здания, с огромными высокими там этажами, все прочее, загорелось из-за того, что кто-то, бросая сверху, или упустил, или неправильно бросил, а она полетела, она на подоконнике, она подожгла, здание, подожгла ли свои, тупо, а дальше у нас вопрос, а было ли там еще какой-то поджог умышленно, чтобы спровоцировать вот этот момент, который потом так раскручивали, были очень готовы российские пропагандисты для того, чтобы раскрутить эту тему, не забудем, не простим, Одесса, там убили наших и все прочее, или это была случайность, я этого не знаю, я знаю, что есть, в Одессе было проведено следствие, есть историки, которые описали это все по секундам, у них есть свои ответы, я тут не готов сказать, но в любом случае, огонь перекинулся в здание, не снизу, оттуда не можно было добросить бутылки с зажигательной смесью, перекинулся сверху, и после этого, в определенный момент, в здании прозвучал взрыв, наверное, там был большой запас топлива для вот этих бутылок с зажигательной смесью, загорелось изнутри, главный взрыв и главный пожар начался изнутри, может быть, какие-то там вооружения еще были, я не знаю, что, и из-за этого, там поднялся, вот этот угарный газ, дым, там люди начали задыхаться, задыхаться, после этого, штурм, вот это дома профсоюзов, прикоротился, началась спасательная операция, там какие-то леса были, там были вот эти, конструкции вот этой сцены, знаете, ну, сцена, она ведь монтируется, там есть эти конструкции, эти конструкции, люди, которые перед этим воевали против этих расистов, которые там укрылись, они эти конструкции, это все заснято, это есть море, фильмов про это, документальных кадров, море, подставляли туда, чтобы те, кто были в доме профсоюза, могли спастись, их реально оттуда спасали, но там уже бушевал пожар, и там действительно погибли, меньшинство абсолютно, там было несколько сотен людей, не знаю, 400, 500, я не знаю, их было много, вся площадь перед этим была в ихних палатках, то есть они там все укрылись, загорело, реально загорело, или задохнулось, собственно, от этого дыма, от угарного газа, задохнулись где-то 42, по-моему, человека, то есть 400 где-то людей спасли, им помогли спастись, а 40 погибли в пожаре, который сделали сами, ну вот дальше, все это действительно выглядело, как бы случайность, вот пробовали бросать в тех, кто на площади, попали в себя, но то, как быстро сработала российская пропаганда, все события освещались в прямом эфире, и, ну, для того, чтобы сделать какую-то версию, ведь на России нет демократии, там просто так версию создать нельзя, нужно ведь согласовать, нужно, чтобы оно прошло там и через ФСБ, и там по нынешним Сусовам прошло, и так, и кто-то там, ТАСС, или кто-то должен первым это объявить, и вот в этот момент, когда все загорелось, там уже была версия, она уже была готова, что это подожгли, что людей специально убили, что это была заготовка специальная, и все прочее, и вот у меня возникает вопрос, а не было ли вот этот пожар, не был ли он реальной заготовкой, не поджигали ли здание изнутри, потому что те бутылки, которые, та бутылка одна, которая запалила окно здания, она вряд ли бы дала огонь в середину, вы понимаете, что такое сталинское строение, сталинский такой дом типичный, административный, как его поджечь, это неимоверно сложно, а огонь начал очень быстро распространяться изнутри, вот у меня вопрос, а не умышленно ли это было сделано, для того, чтобы раскрутить страшную пропагандистскую картину, а дальше я напомню просто, что было после этого, на Донбассе, на востоке Украины, и дальше по югу Украины, пробовали сделать вот эту Новороссию, а она не пошла, вот на Донбассе, только благодаря вот этим поребрикам, так у нас называли русский спецназ, поскольку, знаете, вот в Украине, русскоговорящие не знают слово поребрик, они знают бордюр, вот есть сова, которые типичные, по них точно узнаешь человека, который приехал с России, вот только после 14 года, мы узнали, что существует в русском языке такое слово поребрик, до этого не знали, вот по тем спецназовцам петербургским, которые приехали убивать украинцев в Горовке, и в Донецке, мы узнали, что был российский 15, потому что они о поребрике говорили, отойти за поребрик, за поребрик отойти, и прочее, и прочее, ну и с российским вот этим акцентом типичным, и вот, извиняюсь, и вот только благодаря вот этим запоребрикам, спецназовцам, удалось захватить определенную часть Донецкой и Луганской области, и все там было очень не твердо, потому что Донецк в своем большинстве был нейтрален, и была очень большая часть тех, которые не хотели под Россию, то есть пророссийских и антироссийских было приблизительно поровну, и одни и другие были в абсолютном меньшинстве, а большинство выжидало, большинство совсем не приветствовало российское вторжение, а в соседней области Одесса показала себя патриотической, Николаевская область, приход туда расистов, десант расистский туда многими автобусами приехал, местное население, при том, что полиция, тогда еще у нас, по-моему, милиция была, да, милиция, их защищала, милиция там тоже играла роль пособников россиян, но их окружило местное население, их просто там истолкли, их засыпали какой-то там сметаной, потом перьем, потом мукой, они оттуда убегали, просто перепуганы, они поняли, что их никто абсолютно не ждет, и стало понятно на России, что это можно исправить только большим присутствием своего российского представительства, ну, армию тогда еще не хотели вводить, это была весна, армию стали готовы реально вводить уже только летом, уже позже намного, уже к августу месяцу, а на тот момент были так называемые политические туристы с России, это были определенные отставники, это были члены вот этих военно-патриотических групп, частных военных компаний и прочее-прочее, которых засылали в Украину, а их нужно было как-то мобилизировать, так как сейчас на России хватает, особенно там на Донбассе, на оккупированном, хватает и сразу бросает на фронт в мясорубку, тогда еще не делая Россия еще, тогда 8 лет еще не доросла до такого тоталитаризма, который есть сегодня, и вот тогда, для того, чтобы заставить людей поехать, им начали раскручивать вот эту истерию, в Одессе сожгли наших, в Одессе националисты убивают людей, и это дало эффект, она дала реальный эффект, потому что на Донбасс поехали куча вот этих идиотов мстить за Одессу, они прямым текстом говорили, мы мстим за Одессу, да, они все быстро поняли, когда вернулись без рук, без ног оттуда, но они действительно стали тогда первым вот этим козырем Российской Федерации, для того, чтобы закрепиться на Донбассе, и Одесса на этом сеграла очень серьезную ключевую роль. Да, я хочу сказать вот тем российским зрителям, которые, ну, действительно, не в материале и не в украинских реалиях, что ЛНР и ДНР за вот эти самопровозглашенные республики, за вот эти 8 лет после революции достоинства, оказались просто такой лакмусовой бумажкой, потому что, ну, все российские каналы подчинены одному владельцу, ну, то есть это Путин ТВ, там нет разных каналов, там нет разных мнений, там любую бредятину, любую чушь можно представить правдой, ну, и, собственно говоря, если вы смотрите один Путин канал, второй Путин канал, третий Путин канал, у них то же самое о том же самом, ничего понять нельзя, маргинализованные совершенно такие беззубые, травяные совершенно, вегетарианские, все вот эти вот эхо Москвы, там, дождь, медуза и все остальное, где очень лайт вариант, критика и только на высоколобое общество, каналы, которые специально делались скучно, чтобы массовый зритель ими не интересовался, то есть абсолютное отсутствие элементов шоу и такой нормальной интересной подачи, которая массовому зрителю заходит. Так вот, у нас было очень много разных каналов, у нас были в том числе каналы пророссийские, достаточно долго существовали медведчуковские каналы, ЗИГ, 112-й, там, Ньюс One, ну, то есть, грубо говоря, эти каналы потом Медведчук скупил, то есть сначала они были, это были нормальные каналы, а потом их скупил Медведчук за путинские деньги, за гигантские путинские деньги, он туда хлопал дикое поблище, и вот там постоянно ходили спикеры пророссийские, я часто бывал на этих каналах, естественно, всегда спорил, всегда один там, ты всегда один, вот это как на российском телевидении, ты один против пяти, против шести спикеров, единственное, что в Украине была та разница, что на тебя никто не решался там поднять руку, бросить, как-то оскорбить, и как-то перейти на вот эти силовые, потому что знали, что в ответ прилетит там слева или справа, но вот эта вот дискуссия была постоянная. Так вот, имея три пророссийских, уже закрытых, слава богу, канала, у нас было... Четыре еще было каналов. Да, ну наш, он уже появился после, после, наш уже стал развиваться после закрытия этих трех каналов, это был четвертый канал, когда закрыли первые три, появился наш, сейчас тоже уже закрытый, слава богу. У нас были каналы, которые и сейчас есть, которые принадлежат, ну сейчас единый марафон у нас, у нас как бы, каналы там, олигарху Пинчуку, который в Россию продавал там, ну как бы трубную свою прокатную продукцию, да, у нас каналы были, которые из орбиты Петра Порошенко, каналы из орбиты Фирташа, напрямую принадлежащие Фирташу, кстати, доля в канале 1.21, принадлежит до сих пор, по-моему, Медведчуку. Так вот, наши зрители украинские, имея возможность увидеть разные каналы, зрители Одессы, они смотрели и российские каналы, это же тоже не проблема, залез, посмотрел. Так вот, после того, что люди увидели, что произошло под российским протекторатом в Луганске и в Донецке, я не буду далеко ходить, у меня дети учатся в частной школе, в хорошей частной школе. Подружки моей жены из Крыма убежали, из Луганска, из Донецка, из Горловки. Их родители, большинство, до сих пор там. Так вот, прямая информация, что там происходит, в отличие от РостТВ, у нас есть. Так вот, поскольку вся Украина знает, это там наши друзья, родственники, соседи, знакомые, доносят информацию, нам не надо телевидение, нам живые люди рассказывают, что такое календантский час в Донецке, нам живые люди рассказывают, как приезжают чеченцы, воруют на улице девушек в Донецке, в Луганске, везут их колхозом, насилуют, потом пререзают глотки. Нам не надо для этого телевидение в принципе. Нам достаточно живых свидетелей. Так вот, когда люди узнали в Украине, в Харькове, в Мариуполе, что на самом деле происходит в Донецкой, так называемой, народной, в Луганской, так называемой, ну, по факту, антинародных республиках, они по прошествии восьми лет, русскоговорящие, русскоязычные, жители Украины, сказали, ни за что мы не хотим здесь русского солдата и русского мира. Мы вас сюда не звали, нас не надо защищать. Поэтому никто не встретил, вот я сегодня читал Гиркина, опять вот эти опусы, он тоже издевается над тем, что глупый Кремль ждал, что в Украине есть какие-то пророссийские силы. Россия убила все пророссийские силы сама. Причем не украинские националисты, а глупость Кремля. Убила здесь существование, морально убила любые симпатии к России. Тарас, у нас остается мало времени, поэтому добавь что-то к тому, что я сказал. Да, собственно, все абсолютно правильно. Тут я могу только просто дополнить некоторыми фамилиями. Вот все помнят прежние годы, как бы исчадье ада, клан Вилкулов, которые там Ахметовские партии регионов, которые там страшно пророссийские, все. Александр Кривого Рога, руководитель местной городской военной администрации, то есть представитель государства, уже не просто мэр, а представитель государства и военной власти. Организовывает местную терророборону, плюс организовывает армейский отпор, общается с Татьяной Черновой. Раньше они были врагами, лютыми врагами. И он там ей рассказывает, прямо рассказывает, а потом и сам пишет это. Вот Бандеровцы, он, правда, перепутал, эта фраза не Бандеровцы, у них немножко по-другому было, а Петра Порошенко. Но Бандеровцы были правы, когда говорили, армия мова вера, армия язык вера. Ведь это правильно. Вот он говорит, если бы с 91-го года этот лозунг в Украине был главной идеологемой государства, Путин бы не получил шанса, козыря сюда вторгаться. Это, кстати, то, о чем Сергей начал сегодняшнюю программу. Я тогда немножко в сторону отошел, на этом не настолько акцентировал. Это сказал не Порошенко, это сказал не кто-то с националистов, это сказал бывший, один из самых главных руководителей партии регионов, считавшимся одним из самых пророссийских политиков. Он сегодня организовал защиту Кривого Рога, если они туда снова ссунутся, их там будут уничтожать под корень. Терехов, Харьков, против украинских сил боролся, выступал жестко, там боролся за памятник Жукова, за название проспекта Жукова, все прочее. Путин с Терехова сделал то, что на России считают украинского националиста. Терехов, мэр Харькова, до сих пор не говорит на украинском языке. Ему очень трудно, он никогда им не общался, но он говорит вещи, которые, ну, я не уверен, что именно такие вещи о России говорил даже Степан Бандера, которого сегодня там многие на России думают, что он до сих пор живой и где-то ищут, как его нужно поймать и арестовать или убить. Это человек, который был с абсолютно пророссийской ментальностью. Путин сделал его абсолютно антироссийским. Он говорит, нужно отгородиться от этой России навсегда. До стену, до космоса стену, чтобы они не могли прорваться. Но даже символ российской коррупции в Украине мэр Одессы Труханов. Откровенно. Второе, двойное гражданство российское в том числе и какие-то денежные проводки. Труханов, видя то, что происходит, что делают русские, как они полезли. Эту агрессию начал, ну, пусть он там не руководитель военной администрации, он просто мэр, но она один из тех, кто заявили против России и тоже начал организовывать все коммунальные службы для организации обороны города. Вот для меня это было вообще шоком. Как? Ну, Труханов, абсолютно российский, российский гражданин, кроме всего прочего. И даже он, то есть действительно, Путин сделал невероятное. Он убил в Украине пророссийские настроения, которые были. И сегодня в городах, в которых раньше половина населения, говорю я по-российски, снимает памятники даже Пушкину не за того, что против Пушкина, а потому что Пушкиным, Путин и вообще Россия от еще Советского Союза метит территорию. Там, где стоит Пушкина, вот туда придут и там начнут что-то вытворять. Вот есть такая маленькая страна Черногория. Когда-то мэрия Москвы и Ушков подарили им памятник Пушкину. Я слышал, что Черногории в Подгорице говорят, может быть его снять, потому что пока тут здесь стоит Пушкин, сюда точно есть угроза, что сюда придет российская армия. Вот россияне добились того, что во всем мире понимают, что любое присутствие чего-то русского создает угрозу и противостояние, и пренебрежение, и вражда. Ну Путин сделал действительно что-то неимоверное. Ну а Вилку это вообще пример, ну наверное самого главного националиста Украины сегодня. Там тяга боком и другим к нему не равняться. Да. Друзья, к сожалению, наш час подошел к концу, с нами весь час был Тарас Черновол. Огромное спасибо Тарасу, это благодарный гость, которого не надо как-то стимулировать, раскрыться, он всегда готов вот потоком информации, знаний, там, исторических ссылок делиться своим жизненным опытом. большое спасибо Тарасу Черноволу мы с ним прощаемся. Ненадолго, я думаю, в ближайшие дни опять увидимся с ним в прямом эфире. А следующий час, друзья, спасибо большое Тарасу, а следующий час мы, я надеюсь, проведем с Владимиром Куриным. А, Владимир Куриной еще не подключился. Ну, надо было мне написать это раньше, две минуты пишут, если бы мы еще две минуты могли поговорить с Тарасом Черноволом, ну, ладно, да бог с ним. В общем, мы Тараса еще неоднократно, я надеюсь, позовем. А, Тарас, ты тут еще? У нас есть еще пара минут, еще есть пара минут. Меня еще не отклютили. Да, еще, да, еще есть пара минут, поэтому, ты, пожалуйста, whatever you want. Да. Все, что тебе хочется добавить, рассказать. Ну, собственно, по прежней теме, мы ее, по сути, закрыли. Сейчас основная тема то, что в Украине Путин основной момент для себя важный, что его здесь будут встречать, что он здесь может найти какую-то основу для себя, он потерял. И вот то, что сейчас они делают, это уже превращается на политику прямого террора. Вот самые главные аспекты, как на меня, это вот два профактора. Северный фронт Луганска или на юге, немножко там юго-восток, это Мариуполь, где просто убивают людей, где уничтожают города, где истирают просто лица земли. Они их просто ликвидируют, уничтожают. Вот это один фактор. Там, где я не могу захватить, там я уничтожу. А другой фактор, это прямого террора, к которому уже привыкли русские в России, но с которым никогда не смирятся украинцы в Украине. юг Херсонская область, юг Запорожской области, там сегодня ФСБшный режим. Люди в Украине привыкли, если им что-то не нравится, выходить на акции протеста. Люди, на которых рассчитывал Путин, что будут встречать с цветами, с левым солью, вышли с украинскими флагами, с криком «Долой! Домой! Долой! Домой! Долой!» И сейчас их прессируют. Вот эти похищения людей, вот этот ФСБшный полицейский режим ужасный. И вот сейчас украинцы дополнительно, ведь информация просачивается, видят, что творит Россия на тех территориях, которые она считает, что она уже может колонизировать. Это еще такой колоссальный дополнительный фактор для отпора, для того, чтобы выдавить отсюда этот гной, гнойник российского империализма, потому что все увидели, что с ними будет. Буча показала одно лицо. Это террор, когда людей убивают, когда ходят со списком, ищут кого-то, кто хотя бы как-то проукраинский или каких-то силовых органов сужил, или в армии сужил, и просто расстреливают. Северо-Донецк, Попасное, Рубежное, Мариуполь, это пример другого подхода, где мы не можем взять, мы просто все уничтожим. Везение людей на депортацию, Сахалин, Приморский край, полуостров, где россиян почти не осталось, их везут туда как арбитеров. Еще аналогия с Гитлером. Вот это второй, все, заканчиваю. И третий пункт, это попытка создать маленькую Россию на территории Украины в Херсонской области. Не дадим, прогоним, отомстим, накажем. Редактор субтитров А.Семкин,